друзья всем привет сейчас я хочу записать ролик именно об ошибках многих партнеров которые некорректно заполняют адрес если мы сейчас зайдем посмотрим в историю заказов то мы увидим что адрес написан на русском языке на русском языке категорически адрес писать нельзя что мы должны сделать многие люди заходят в счет исправляют адрес счете это конечно очень очень хорошо что они исправили но при доставке повторный адрес не исправляется его нужно исправлять когда вы оформляете сам заказ что вам нужно сделать вы заходите он тайм ордер то есть повторный заказ или одноразовый заказ и исправляете адрес эти здесь написано русском это некорректно поэтому у многих партнеров посылка доходит до алматы доходит проходит таможню и возвращается назад поэтому что вам нужно сделать вы должны нажать новый заказ профиля именно здесь вы должны исправлять адрес здесь вы пишете тот адрес который вам нужен то здесь написано проспект шикаша карым куда я бердула значит вы пишете вот здесь на латинском проспект куда я бердул и именно латинскими буквами допустим там дом 5 квартира 10 дальше запишите адрес город латинскими все заполняете латинскими это ошибка всех партнеров хотя есть видео как правильно делать регистрацию и все равно все делать одну и ту же ошибку пишите здесь 0 1 4 0 а индекс и здесь пишите допустим казахстан казахстан если вы заплачиваете внутреннюю то здесь внутренним если же карточки то здесь заполняете карточку потом выбираете пакет то есть именно вот здесь вы меняете адрес не в счете а здесь вы меняете адрес и делайте повторный заказ и тогда у вас вот здесь будет указан адрес на английском то есть латинскими буквами вот видите вот этот человек который сделал заказ она неправильно указала адрес и посылка вернулась назад и ей присвоили второй gm код вот он видите второй если вы пишете письмо в компанию что вы не получили посылку то вы заходите в истории заказов и смотрите снова новый gm код многие это не делают если вы писали письмо и посылка вернулась назад то вам нужно будет снова заплатить за доставку что вам опять отправили посылку и обязательно у вас должны быть там деньги на доставку хотя бы там долларов 20-30 положите на внутренний кошелек и тогда они повторно вам отправят посылку желаю вам не совершать таких ошибок быть внимательным и обязательно если что-то непонятно то пишите в помощь вот здесь вот видите help пишите в помощь и можете писать здесь на русском языке когда вы пишете вы должны писать очень уважительно то есть вы не должны ругаться потому что это ваша ошибка вы пишите здравствуйте меня зовут ты заполняет можете все писать на русском языке и пишите все корректно то есть у вас должен быть корректный текст у меня есть сохраненный текст то есть когда вы пишите то вы должны писать по конкретному алгоритму то есть у меня есть готовый текст вот я его беру вот так копирую копирую и вставляю сюда ну то есть уже с данными этого человека меня джем и так далее здравствуйте там я здесь писал в моей структуре вы можете написать здравствуйте меня зовут амар хабат это логин такой-то я сделала заказ тогда-то на сумму такую-то номер заказ такой-то был присвоен джем код на отслеживание посылок там допустим где посылка показывает что нет результатов прожал пожалуйста помогите найти посылку то есть должен быть корректный текст отправлять и они обязательно вам отвечают еще какая ошибка многие партнеры делают регистрацию допустим несколько регистраций на свое имя и ставит одну электронную почту и поэтому компания вам не отвечает для этого у вас на каждый бэк-офис должна быть у каждого бэк-офиса должна быть своя электронная почта то есть если электронная почта у вас идет одинаково на разные бэк-офисы то компания не знает кому ответить поэтому будьте пожалуйста внимательны всем успехов всем пока